Что-то хорошее под серебряным дождем Ну что ж, эта программа «Что-то хорошее» Вторник, среда и четверг Алекс Дубас, Мария Армас Я напомню телефоны прямого эфира 730-101, код Москвы-495 И плюс 7903-797-6333 Это номер ватсапа И также смс-сообщение Если вам захочется задать свой вопрос нашему гостю А это... Добрый вечер, Алекс В начале И это Кирилл Пирогов Добрый вечер, Кирилл Добрый вечер Добрый вечер Вас заинтересовали клавиши, как только вы зашли в нашу студию У нас много концертов от музыкантов Это вот то добро, которое остается Добрый вечер Добрый Кирилл Пирогов Актер и режиссер мастерской Петра Фоменко Кирилл, почему вы так преступно мало снимаете в кино? Почему мало? Я, по-моему, не мало Мало? Прям совсем мало? Нет Спасибо большое, мне очень приятно, что вы хотели, чтобы я больше снимался Эта девушка, она очень социальна Ее зовут Мари Да И она прям знает все про всех Ну, потому что читает, мониторит У нее там... Ну, давай, скажем так, я смотрю кино, да? Я объяснял ей Вот к нам придет Кирилл Пирогов Она очень знакомая Ну, актер знаменитый Помнишь фильм Данелий Орел и Решка? Нет А, кстати, фильм Он, к сожалению, попал вот в это перестроечное время Что действительно То есть у него не было такой судьбы, как у других фильмов Георгия Данелия Хорошо А «Брата 2» смотрела? Да Вот там друг Сергея Бодрова Вот он у паспорта делал вот эти все хакерские программы Я говорю, да неужели это Кирилл Пирогов, да? Да Ну, ладно Хорошо А сейчас, да Вот фильм Лунгина Братство, который последний Ну, слушайте Извините Мужчина-мужчине комплимента С такой харизмой, фактурой Ну, вы, правда, мало очень снимаетесь Я очень люблю театр И поэтому в кино я хожу Когда есть действительно очень интересно И люди И сценарии Авторы фильма Тогда я иду А просто так у меня не получается Какой-то подвох У нас недавно выступал здесь ваш коллега И, собственно, актер, который играет в вашем спектакле Будущем в «Чайке» Евгений Цыганов Да Ну вот Я про кино Ну, то есть Ну, судьбы у артистов разные Женя, например, очень любит театр И действительно очень любит играть И выходить на сцену При этом он очень любит кино Начинал даже с кино Он был в киношколе Поэтому этот путь Просто путь Я не думаю, что дело в количестве Знаете Вот так Да Но вы делите вот это вот театральные актеры И актер кино Что есть вот различия между этим Нет Нет, это разная специфика немножко Но Нет А профессия одна Может быть, техника чуть-чуть разная А по сути нет Ну, может быть, да Это тоже позиция Действительно Выборочная очень Дэниел Дэль Юис, да Вот чудесная совершенно Банда Нью-Йорка Каждый раз в 4 года снимается Ну и очень так вот Хороший артист А великолепный, конечно Каждый раз Оскар А так делает ботинки Да Он чудак Это правда Так Слушатели, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам Еще раз всем добрый вечер Спасибо, что всем остальным радиостанциям планеты Вы предпочли сегодня серебряный дождь Это здорово Номера цифры вам сказала Мария 730-101 Префикс Москвы все тот же 495 Точно И порадуйте нас своими сообщениями И Кирилла в том числе Плюс 7903-7976-333 Вы в театре Фоменко с 95-го года Это первое поколение 93-го Да Это как только начался театр Как только он организовался официально Я был молодой совсем человек И это мое первое и единственное место работы Официально Ну да Да Собственно Если бы это было не так Может я в кино больше бы снимался Это большая часть жизни Дорогая Которую невозможно Не стереть Не убрать Не выбросить И менять ее Наверное смысла Особенного нету Возможно Ну сейчас Вы как режиссер Ставите чайку В мастерскую Петра Фоменко Да Пробуем делать спектакль По этой удивительной Особенной пьесе Не менее удивительного Нашего автора Антона Павловича Чехова Да Вот бы найти где-нибудь Ну если бы была машина времени Перенестись И посмотреть Ту самую чайку Со Станиславским и Мейрхольдом И Книпер Чеховой Кстати Вот как они играли Мы же у нас нет шансов Мы знаем что это Великие теоретики Великие артисты Может быть представители Старшего поколения Нам говорят Вот я помню как она блистала Но мы-то этого не увидим никогда Мы не увидим Мы можем читать только На самом деле очень много написано Об этом И очень интересно Если честно Это была любимая роль Мейрхольд Вообще Во всей жизни его Он всегда об этом говорил И поздний МХАТ Он уже Когда он ушел оттуда Он не принимал спектакли По Чехову Там Мишневой саду Он очень ругал Как они сделали Не почувствовали вас Антон Павлович Он написал в письмах Не понимают вас Я тут говорил Про своего учителя Станиславского Представляете Там сумасшедший дом На самом деле Удивительные были ребята Подвижники Неравнодушные люди Которых очень не хватает Маришка Милая Можете тебя попросить Об одной вещи Вот не фоновую музыку Нам поставить с тобой А дачу Сделать дачу Дачу Кирилл Я просто скажу Вы предпочитаете Какой звук на даче Это сверчки Птицы Либо знаете Утки Я сейчас сориентируюсь Вы мне просто скажите Я все люблю Все, что вам нравится Ну а больше Вот фонтрейер Например любит уток Как мы выяснили Они ему мешают Вот вы не очень Все-таки уток Я сейчас нагоню птицам Давайте Кирилла Марина Звать барышней И не иначе Да А наших слушателей Господа Когда они будут дозваниваться Еще иногда добавлять С А господа Кстати Звоните 730-101 Да Что Какие смыслы Как вы думаете Сейчас может открыть Читатель в чайке Она безусловно Актуальна Безусловно Современна Читатель не знаю А потому что Читатель открывает свое Всегда Это очень лично Индивидуально А когда в театре Пробуешь это делать Это По идее Должно быть самостоятельным Произведением На основе этой пьесы Что мы пытаемся делать Сейчас с ребятами С удивительными Артистами И художниками Которые все очень помогают И я очень их люблю И они особенные люди И я очень верю В этот спектакль И надеюсь Что он найдет свою публику И что у него будет судьба А что сегодня Чехов Да вы знаете Он Вот Супер Пошло сразу Прилетели Да Он невероятный писатель Невероятный хулиган Обманщик И гений И неравнодушный человек Вот И Его пьесы очень Зыбкие И Неуловимые Можно так сказать И идти за ним Очень трудно Но мы хотели бы В этом спектакле И в этой работе Конкретно Все-таки Конечно Быть очень бережными К нему К тому Что он бы хотел От театра От нас От публики Вот не знаю Насколько у нас Это получится Получится И получается Но Я на это надеюсь А еще он Любит Человека Он любит Своих персонажей Он их не презирает Не описывает Их высокомерно Даже самых-самых негодяев Вот это Мне кажется Очень важный Тоже Важный момент Ну очень многие С вами не согласились Вы знаете Люди очень делятся Многие считают Его каким-то Человеком Ненавистником Именно Который ничего Не прощает Ульвашест То есть Огромная статья По поводу того Что Как он его Просто терпеть Не может Этого автора Да-да-да Вот Но я лично С вами согласен Вот Пьеса Удивительная И У нас 28 мая Премьера Первый раз Мы будем выходить На публику На проданный зал И все волнуются Очень Потом будет Два спектакля в июне И четыре спектакля В июле Это будут первые Наши семь спектаклей В этом сезоне Особенный момент Я могу так признаться Между нами Потому что у нас В театре шел Большой спектакль По Пьесе Чехова Три сестры Три сестры, да Который делал Петр Наумович И он Какое-то время назад Снялся репертуар По разным Причинам И поэтому Мы хотели Попробовать Восполнить Репертуар Антона Павловича В театре Фоменко Декорация То есть Как и Предлагал Чехов То есть Озеро У нас Декорация Придумана И сделана Удивительным Художником Сказал Я первый раз Работал Правда знаю Его очень давно Его зовут Николай Симонов Он много-много Сделал Спектаклей Прекрасных С хорошими Режиссерами И вот У нас Была Первая Такая Встреча С ним В работе Мне Очень Повезло С ним У нас Она Не бытовая Но И не Самодостаточная То есть Она для артистов Сделана Озера У нас Нет Оно должно Просто угадываться Это кстати Чехов Очень смешно Говорил Знаете С артистами Мхаты Которые Говорили Мы вот тут Репетируем У нас будут Лягушки Клакать Все будет Такое Живое Лягу и орлы И куропатки Например И он говорит Зачем Ну как Чтобы было Атмосфера Да Реально Вот как сейчас Птички У нас есть Немножко птичек Он говорил Посмеялся И говорит Вы понимаете Это ведь Самостоятельное Произведение Вот представьте Портрет Крамского И вырежете Оттуда Нос И поставьте Настоящий Нос туда Нос будет Настоящий А картина Испорчена Вот так вот Он относился К театру Что это Все таки Ни в коем случае Не иллюстрация Жизни Это самостоятельное Свой мир И если Удается Создать этот мир То он может Быть живым Спектаклем Кто Кого играет Играют У нас Прекрасные Товарищи Мои У нас Аркадину Играет Галя Тюнина Тригорина Играет Женя Цыганов Дорна Играет Никита Тюнин Шамраева Олег Мирян Все это Изумительные Артисты И я не могу Выделять Из них Кого-то Лучше Или хуже Или интереснее А вы Не играете Я не играю Не играю Я в запасе Скажем так В запасе Есть какая-то роль Нет Я надеюсь Что этого не будет Но На этом Не буду Распространяться Вот это Андрей Казаков Играет Сорина Это Старшая гвардия Средняя Наташа Курдюбова Играет Полину Андреевну И молодые Прекрасные Играет У нас Серафима Огарева Играет Машу Толя Анциферов Играет Медведенко Нину Играет Маша Большого А Треплева Играет Еще Выпускающийся Студент Мастерской Евгений Борисович Камикович Рифат Алюдинов То есть Можно сказать Что это Большой дебют Да у молодого Человека Больше не бывает Круто То есть У вас У Фоминок Есть три Поколения Да Основатели Не отцы Основатели А первые Старая гвардия Вы сказали Ну Шунтошно Называют Основоположники Первую Компанию Сколько вас Нас было Десять Десять Сейчас Нас девять Юра ушел В десятом году Ну да Девять Получается так Второе поколение И вот молодежь Да Второе поколение Это был второй курс Петра Наумовича Третье поколение Третий курс Третий набор И потом Стажерская группа Первая Вторая Третья Сейчас четвертая Я подумала Как хорошо Что к нам пришел Кирилл И как хорошо Что птицы прилетели Хотя меня просят Форточку немножко закрыть Семьсот тридцать Семьсот тридцать Стоя один К нам слушатель Хочет присоединиться Добрый вечер Алло Добрый вечер Алло Барышня Проходите пожалуйста Вот присаживайтесь На лавку Брысь Это я коту Это я курица Вот здесь Под яблоней Сирень какая После дождя Как она Пахнет чудесно Как вас зовут Милая А вы к кому Обращайтесь Да к вам конечно А меня зовут Евгения Я просто Я себя не слышу Поэтому Удивилась А это птицы Я хотела сказать Алекс Спасибо вам большое Что пригласили Кирилл Пирогова Прекрасный актер Вот И вы забыли сказать Что он играл В МакМафии Ну как для популяризации Наверное Это самый распространенный Сериал Вот И Я к сожалению Не смотрел Ну да Это британский сериал Где вы играете Конечно же Да конечно Это же вообще Очень здорово Вот Кирилл Спасибо вам большое Вы прекрасный актер Спасибо И действительно Хочется Чтобы больше Больше было Ролей с вашим Вас в кино На самом деле Спасибо большое Мы любим театр Но кино мы любим больше Евгения Чайку с чебрецом Может быть Да Прекрасно И вот Марина Чай с чебрецом И крыжовое коваренье Пусть она От сердца От сердца От сердца Открываю Посидите пока с нами Если что Присоединяйтесь к разговору Записку прислали Добрый вечер Вот-вот Мне тоже не хватает Кирилла Пирогова В кино В театре по-моему Все роли удались Ну из тех что я видела И очень понравились Испанцы в Дании В общем Мой любимый артист И продолжайте В том же духе Как режиссер Очень приятно Спасибо огромное Кирилл А у меня несколько сообщений Где вас сравнивают С одним актером Знаете ли вы с каким По принципу внешности Я вам скажу честно Ну я знаю с каким Да Ты тоже догадался Да Мне это сейчас Только впервые пришло в голову Когда слушатель написал Нет Не знаю Были какие-то в жизни сравнения Не знаю Кого имеют ввиду Макэвой Макэвой Конечно Некоторые так говорят Я слышал Ну я не знаю Почему Может быть внешне что-то Типаж Ну скорее всего Да Это речь о типаже Вот как раз Его вспоминают И не только внешне Я добавил Я еще пластика Я же не видел вас Вот Вот так Вот эти Макмафия Конечно же Конечно же Знаменитый сериал Я не посмотрел К сожалению Пока не дошли руки Как вы оказались В Великобритании В английском сериале В английском сериале Просто летом Позвонили мне Сказали Вот Ищут русских артистов Я говорю Надо почитать Угу Говорит Почитать Я говорю Да Почитать У нас так принято Так Прислали почитать А у них Не читают что ли? Читают Ну там Очень Очень сильно Защищают То есть Так просто Нельзя сценарий Взять Почитать Вот И Очень хороший Режиссер Там был Джеймс Я его никогда Не видел Мы с ним Только по скайпу Переговорили Вот А потом у меня начался сезон в театре И я позвонил Сказ Скорее всего У меня не получится Потому что у меня спектакли По 10-12 спектаклей в месяц Я играю Поэтому просто взять Уехать Я не могу Он говорит Подожди Подожди Давай подумаем В общем они переделали Расписание И таким образом Я попал К ним Здорово У этого были какие-то последствия Я имею ввиду Предложения Новых ролей Там же Было У меня вот Я недавно тоже Ездил Такой Тоже английский фильм Шпионский детектив Там есть одна сложность Знаете Они В силу того Что сейчас происходит Они Русских героев Они конечно пытаются Сейчас изменить Стереотип Раньше это были просто Совсем неудобо варимые Неудобо понятные люди Богачи или бандиты Ну в общем мерзкие Какие-то северные люди Ну да А сейчас они пытаются Делать это сложнее Но все равно Остается ощущение Что Мы представим Большую опасность Для них действительно Я в общем человек субтильный И когда я чувствую Что они Настораживаются При мне Меня это очень забавляет И я перестал бороться с этим Я подумал Если хотят бояться Пусть боятся Я понял Что не надо Разубеждать людей Не надо Просто чаще На съемочной площадке Употреблял слово Новичок Который они тоже Теперь знают Ну знаете На самом деле Это все ужасно Это очень сильно Влияет на отношения И То что У нас Приличная пропаганда У них больше Чем у нас И Я не мог поверить в это Правда Это правда Это правда Да Вот Поэтому Был Был вот Тоже Это ваш был первый опыт работы Скажем С не Российским Не советским кино Да И как Вот в чем отличие Очень организованно Очень организованно Они не могут потерять Ни одну минуту Времени Рабочего Невозможно это Но тогда И это очень утомляет Утомляет? Кирилл Тогда наверное Работа заканчивается Минуту в минуту А не как В российской версии Где можно еще То есть Не расслабиться Не выпить кофе Или что Ну почти Почти Только тогда Когда общий Есть перерыв Пожалуйста А так Я бегал конечно Курить иногда Но они очень Очень нервничали Когда я бегал Курить И даже если ты идешь Извините За выражение В уборную Они отслеживают Где ты находишься Чтобы ты не потерялся Ну вот вдруг Вы английский Не знаете В совершенстве Это благие побуждения Не очень педантично Но у них есть Чему учиться С точки зрения Организованности Того что происходит Это безукоризненно Действительно А вам больше Подходит Такой расслабленный Темп работы То есть Когда можно там Ну выйти Если нет Рывка Для собранности То тогда выйти Попить кофе Там 5 минут себе И тогда ты рывок сделаешь А тебе говорят Да нет рывка Нет же Тайминг Тайминг То есть вам как Организовываться Мне все равно На самом деле Просто интересно Как люди по разному работают Хотите первое впечатление Спектакля о вашем Хочу О чайке Да 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 Здравствуйте Вчера чудом попала На предпоказ Спектакля чайка В аннотации заявлена Тема отцов и детей А я вот на первом плане Увидела безусловную Сумасшедшую Сродни смыслу жизни Любовь трепливая К заречни Здорово И как вам так Такая Прекрасная Интерпретация Я хотел бы Чтобы люди Которые будут смотреть Этот спектакль Видели В нем Лично свое Мне все равно Мне не хотелось бы Сейчас очень модно Про высказывание Говорить Знаете Нет Вот спектакль Или кино Это должно быть Какого-то Рода высказывание Я вообще не понимаю Что это значит Потому что Мне трудно представить Что Пушкин Можешь сказать Что Пушкин Этими стихами Это было высказывание Поплоть чего-то Мне кажется Что Не в высказывании дела А во внимании В восприимчивости В степени Может быть Это имеется ввиду На злобудне Я не знаю Что это значит Но это значит Что это какой-то концепт Я так воспитан Наверное Я очень недоверчив К самореализации И к проявлению человека Заявления о себе Очень громогласным Потому что Это кажется Не совсем Верным Может быть Вот что имеется ввиду Мне кажется Что у Фоминых нет Подчеркиваю Мне кажется Во-первых Вы не играете Не заигрываете С иммерсивностью Модно-иммерсивный театр Пока нет Второе Это Вы действительно Не на злобудня Я условно говоря Как театр практика Театр док Ну они для этого В том числе Это их принцип Наверное Ну да То есть Вряд ли там В вашем спектакле Там прозвучит Анаугурационная речь Зеленского Нет Ну да Просто потому что Она не прозвучит А там она прозвучит Потому что Вот и да Это актуально Это ну вот Наверное про это И в этом смысле Вы И не антикварные Но в том же Конечно Я бы не хотел Чтобы мы воспринимались Да Но вы знаете У нас сейчас тоже Такие В театре у нас Меняется жизнь Без Петра Наумовича Она другая С Евгением Борисовичем Камиковичем Во главе Театра Он как раз Наоборот Очень любит Современное Начало Новую Драму Все Очень Новое Сегодняшнего В передовое Я бы вот так сказал И это тоже может быть И должно быть Поэтому у нас сейчас Видимо Такие в театре Именно есть Объем такой Что есть движение И К чему-то Сегодняшнему Очень Чтобы отзывалось Близко И при этом Есть Желание Заниматься Недостижимой Классикой А если говорить Про высказывания Ведь чаек Поставлено Очень много И я тебе Алекс Немного Все Первый Был Крайне Неудачный Хорошо Пусть Будет так Но когда режиссер Ставит Он же Чувствует Процесс Ну вот Какое-то Ощущение Его процесса Отличается От ощущения Процесса Другого режиссера И мне кажется Высказывание Это и есть Вот это вот Ощущение Процесса Вот Ваш процесс Он какой В чайке Я не знаю Как ответить Это Это очень близко Как будто бы Если бы спросили О чем вы живете Как вы живете Это очень близко К этому Потому что Такие Довольно Интимные вещи Если ты Действительно Пытаешься Сделать Что-то Искренне И просто То это требует Больших Усилий Мужества И от артистов И от исполнителей И от внимания Колоссального К автору Потому что Он Очень Хитрый Очень красивый Бесконечный Поэтичный И музыкальный Он списал И пьесы И прозу По Канону музыкального Произведения Сонатная Форма И симфоническая Форма Это же Можно с ума Сойти Поэтому Вот мы Пытались Не сойти С ума Или сойти С ума С ним Вот И Здесь я скажу Что наш гость Кирилл Пирогов Тоже музыкальный В частности Музыку В фильме Питер ФМ Питер ФМ Написал Кирилл Пирогов И мы Зная об этом Принесли клавишу В студию И вот сейчас Пока будет Две-три минуты Перерыв Мы попробуем Их освоить Чтобы это звучало В эфире Если есть ружье То оно должно быть Как бы сказать Да Если есть рояль В кустах То он должен быть Слушайте а вы вот Урелики кстати говоря Что этот закон Чехов Он сейчас актуален Про ружье и кусты А вот давайте Пожалуйста О ружьях Кустах И рояля в кустах Через несколько минут Что-то хорошее Под серебряным дождем Я зачту сообщение Из ватсапа Ой мамочки Пишет Анастасия Что же вы молчали Что у вас в гостях Моя первая любовь Буровая Прищепкина Передайте пожалуйста Кириллу мои комплименты И кстати Мою любовь тоже передайте Спасибо Мы почти как на буровой Только в лесу Да Только в лесу Ну пусть это будет Подмосковье Или где-то там Исток Волги У нас в гостях Кирилл Пирогов Большой привет вам Кирилл от Катерины И Санкт-Петербурга Я повторюсь Как и многие Но спасибо вам огромное За самоотдачу в творчестве Спасибо за то Что вы стали частью Фильма шедевра Братства Искренне поздравляю С грядущей Да К сожалению В наше время Уже принято Добавлять скандальный Фильм Да Да Есть такое Немножко звучание У него С которым я совсем Не согласен Но раз так вышло Не знаю И вас искренне поздравляют С премьерой Чайки Чем обусловлен выбор Именно этого произведения Чехова И много вопросов у девушки И музыку Каких композиторов Можете переслушивать Всю жизнь Ну вот Хороший вопрос Про Почему именно Именно Чайкова Если говорить о Чехове Мы хотели вернуть Чехова В стены Театра Фоменко А почему именно Чайка Наверное потому что Может быть это самая сложная пьеса Его И подумали что Если уж браться То браться Не боясь За самое сложное И рисковать Потому что таких возможностей В жизни бывает Мало Не часто можно пробовать делать Такие пьесы Сегодня в театре В наше Коммерческое В общем-то время Во многом Я очень благодарен Нашему театру Моему театру И Андрею Воробьеву Директору И Евгению Борисовичу Комяковичу Которые разрешили И поддержали Эту пробу Работы над этим Материалом Я напомню 28 мая Премьера На все продано Насколько я понимаю Да Да Первый спектакль Продан 25-26 июня Вот Следующий у нас Выход на публику И 4 спектакля В июле Приходите Если кому интересно Из слушателей Мы будем очень рады А у меня Вернемся Иначе потеряем мысль Хорошо Но у меня тоже есть Один вопрос Кружью-то Кружью Мы обещали поговорить После перерыва Вот есть такой писатель Юмельно Харари Это профессор Стэнфорда И он написал Книгу Возможно вы ее читали Она в списке бестселлеров Последние лет 8 Это Сапиенс Краткая история человечества И сейчас он выпустил Вторую книгу Хомо Деос То есть Первая книга Я описывал Описывал нас до А сейчас Вот он предполагает И строит Довольно остроумно Какие-то гипотезы Что нас ожидает Так вот он говорит Что Он очень любит Чехова Но он говорит О том Что вот этот закон Он теперь не работает Ружье не выстрелит В последнем акте Потому что мы Люди стали Другими Мы уже стали Уже практически На пороге Вот Богов Ну я не знаю Что это будет Ядерная зима Или мы полукиборги Ну факт то что Мы уже не будем Люди как люди Вот об этом По поводу этого закона Который Если висит Ружье То она должна Обязательно В какой-то момент Выстрелить Я Все таки Я не читал книгу Удивительного писателя Харари Да Но я не соглашусь Потому что Есть все таки Законы И каноны И литературы И музыки И эти попытки Найти золотое сечение И через математику И музыку А их никто не отменял Для тех людей Которые занимаются этим И в литературе И в театре И в живописи И в кинематографе И поэтому Мне кажется Без этого просто Нечего делать В сочинительских Пробах У людей А то что мы Мельчаем Это точно Мельчаем Ну мне кажется Человек Стирается В общем И чайка Во многом Связана С этим Хотя это было 120 лет назад Но все таки Там есть Абсолютная Пьеса парадоксов Абсолютный парадокс Что Живет молодой человек В деревне Выгнанный Из третьего курса Университета По обстоятельствам Мать Редакции Как говорится Независящим Так у него написано В черновиках Написано Мать Называет его Пролетарий Время реакции Колоссальное было В России Как вы понимаете И он живет В деревне У дядьки В имении Носят один и тот же Сертучок А при этом Он цитирует Гамлета Вместе с матерью И Очень сильное влияние В этой пьесе Шекспира Именно этой пьесы Если представить себе Что в наше время В нашей деревне Появляется настоящий Гамлет То это парадокс Этого быть не может Потому что он Ничего не сможет Изменить И сделать В отличии от Английского Великого Барда Интересно Тут такая Минута на осмысление Ну это просто В пьесе Заложено И мы когда с ребятами Думали Об этом Это конечно Совершенно сводит с ума Вот все эти Чуть-чуть И он разрешает Себя приоткрыть Чуть-чуть Потому что он Загадочный Абсолютно И это хороший пас К теме Которую мы тоже С вами собирались Обсудить К теме современности Итак Если в современной деревне Мы не встретим Гамлета Да То Значит Эта современность Она Мы его можем встретить Но он будет бессилен Понимаете В чем разница Потому что в то время Они могли Вершить судьбы Государства По крайней мере Но в деревне Ты не можешь Это сделать Это очень локально И более того Ты ни на что Не можешь влиять В этой жизни Мы можем быть Какими угодно Умными Тонкими людьми Но мы мало На что можем влиять Пожалуй А то я хотела Вас спросить Действительно А на что Может влиять Вот современный человек В России В России Да Друг на друга Можно влиять Развиваться Можно Можно пытаться Знать Что Как у того же Антона Павловича Написано Без образования И трудолюбия Ничего не будет Можно совершенствоваться Попытка Этого никто не отменял Использовать Современные технологии Прекрасно Но к сожалению Они никогда Не заменят То что ты Человек больше Этого Потенциально Мне кажется Такой социальный Фатализм Наверное Да У вас есть профиль В фейсбуке В инстаграме У меня есть Я очень мало Ими пользуюсь Я просто искал Когда-то друзей Которые в Америку Уехали И поэтому Оказался там Еще когда не было В России Фейсбука Ок Я знаете Я хотел вот Обязательно Поблагодарить И вот в эфире Еще пользуюсь Такой возможностью Художника По костюму Нашего спектакля Удивительную Машу Марию Борисовну Данилову Которая феноменальная Художница Современная Несовременная Я не знаю что это Мы с ней очень часто Об этом говорим И спорим По поводу Современности Но у вас В спектакле Действия происходят в то время Во время Не совсем Не совсем Мы немножко сдвинули У нас была такая идея Что Если Пытаться Восстанавливать Историзм То мы Неизбежно Свалимся В сравнительную Категорию С чем-то Подобным Делать что-то И сейчас Мы тоже Свалимся В категорию Сравнительного Анализа Кто как Лучше Делать Знаете Тут как На рынке Ну какие у вас годы Мы Чуть-чуть Сдвинули Дальше В 20 век Немножко В начале Это когда Как раз С Машей Данилом Мы об этом Говорили Когда Еще можно Дотянуться рукой Это прошедшее Но не такое далекое Не неизвестное Совсем И она Изумительно Отдела артистов На мой взгляд То есть Теоретически Наши Ваш дедушка Бабушка И мои Могли быть знакомы С Антоном Павловичем Чеховым Ну будучи детьми Ну гипотетически Да Да Ну прадеды точно Через Там Одно рукопожатие Но в ту сторону Да Да То есть Не закошлаченные Лапсердаки На сцене Нет Что-то такое Из 20 века У меня был вопрос Не связанный Как раз С Чайкой И Антоном Павловичем Он наверное Ближе Как раз К Павлу Лунгину Действия фильма Которого в Афганистане Происходит А вы же Родились в Тегеране То есть Восточная часть Это красиво Ну Красиво В биографии начинается Да Место рождения Тегеран Окей Это конечно Довольно долго Не было Не отфишировалось В семье Потому что это не очень было В советские времена Не сильно Это могло помочь И поэтому В связи с рождением У меня написано Конечно Москва Но я ничего не помню Я был Совсем маленький Но у меня есть еще Маленькое Персидское Я видел Что это Там То что на фарсе Написано Что это Место рождения Оно же должно Как-то влиять Возможно На жизнь человека Условно говоря Когда вы делаете Гороскоп И островок Спрашивает И во сколько Их вы родились Да 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 А вы говорите В Тегеране В Тегеране Я не знал об этом Это ребята Рассказали Артисты Парвиз Прекрасный артист Из Таджикистана Тоже один язык Они на Дарир Разговаривают И оказывается Это одна культура И что самый чистый Остался сейчас Именно в Таджикистане Когда они приезжают Туда куда-то Те слушают Каким был язык Мне интересно Как вы для себя Как человек Объясняете За что Сражались Советские солдаты Ну вот За что Они сражались Вы имеете ввиду В Афганистане В Афганистане Правда Ведь это очень большая Тема На которую можно Посвятить Большой разговор Ей Павел Лунгин У нас был в студии Как человек За что Сражались солдаты В Афганистане Вот вы Майора там играете Полковника Полковника Простите Виновата Извините Виновата Ничего Это сложный вопрос Мне кажется Для того чтобы на него ответить Это лучше посмотреть кино Павла Семеновича Который поразил меня И своим отношением И своей попыткой Сделать Не глянцевое кино Войне А просто люди Которые попадают В эти Очень тяжелые обстоятельства В жизни И несмотря на это Остаются людьми Со всеми своими Грехами И победами И героизмом Который там конечно есть Это совершенно неправда Когда его обвиняют В Каким-то Обличении В отсутствие Брат 2 Брат 2 Да Он Очень смешно Всегда ругал Артистов За Излишнюю театральность Если она проявлялась В кадре Потому что он из документалистов И он На дух Не переносил Вычурность Некоторые Которые присущи Иногда В театре Возможно Подачу Не то что Даже подачу Даже пластика Подача Тоже может быть А он Очень любил Именно Натуральные Вещи Естественные До бесконечности Скажем так Вот это основное За что он мог Сильно поругать В дубле Удивительный тоже человек Удивительные встречи У меня в жизни Вы играли Друга Данила Багрова А с Сергеем Бодровым Какие у вас были отношения Давайте Через несколько минут После рекламы У нас в студии Кирилл Пирогов Что-то хорошее Под серебряным дождем В мастерской Фоменко Скоро премьер Чайки 28 мая Поставил ее Кирилл Пирогов Режиссер спектакля Сегодня у нас в гостях Мы Вспомнили Его роль В фильме Брат 2 И вот вы играете Приятеля Данила Багрова Я вас спросил Про отношения С Сергеем Да У нас были очень хорошие отношения Как в кино Там прямо вот друзья Ну почти как в кино Так получилось Хотя очень коротко Съемочный период был Не так много Но как-то мы Очень хорошо Жили Вместе Тогда Светло Очень И Сережа Когда снимал Свой дебютный Единственный фильм Мой сестр Он меня позвал Играть там Плохого парня Леша Леша его Отговаривал Очень Потому что Какой из меня Плохой парень Но он Все равно Рискнул И Ну я еще с ним Побыл Это время Когда он Сражался Работу Над первым Своим кино Я его Очень люблю И очень люблю Его семью И Чудесную Жену Его Свету И дочь У него прекрасно Учится сейчас В ГИТИСе Да Вот поэтому У нас Хорошие Настоящие отношения Были Мне очень жаль Что они ушли Так рано Тишина Да С этими Вроде бы Вечера А долетели Слушатели Предлагают Вам оставаться Новости Почитать Например Вашим голосом Потому что Любые новости Вашим голосом Становятся лучше Нисколько не сомневаюсь А я хотел бы Предложить Вам Может быть Сыграть Какую-то Композицию Свою Композицию Это будет Интересный финал На мой взгляд Наши беседы Ну Я сейчас попробую Посмотреть Что здесь Потому что Я не представляю Что за Я напомню Что Кирилл Пирогов Не только режиссер А актер Но и композитор И в частности Фимия Питера Фэм Питера Фэм Звучит его Музыка Это совершенно По живому Импровизация Мы ничего Не репетировали Да в общем-то Возможно Даже расстроим Я сейчас Не о Кирилле Кирилл Есть две минуты Если говорить То в этот микрофон В этот Может быть Что-нибудь лучше Говорить А я потихоньку А мы будем Потихоньку Прощаться Программа Что-то хорошее Выходит На серебряном дожде С 2002 года Бессменные ведущие Аликс Дубас Мария Армас Мне кажется Что она началась Чуть-чуть попозже Я просто не работала В 2002 году Мне нравится Такой квартирник Получается Сразу с дачи Ушли в квартирник У этой программы Нет особой концепции Это не интервью Это не концерт Это и то и другое И разговор о чем-то И больше всего Мне нравится Классическое Что-то хорошее Вот такое Как было Сегодня Вот когда к нам пришел В гости Кирилл Пирогов И мы говорили И вспомнили Чехова И привлечали слушательниц И фантазировали Что это Яблокневый сад Кто-то открыл Яблочный сок Пока нас слушал Было и смешно Было и грустно Программа Что-то хорошее Это атмосфера Спасибо Кириллу Пирогову Уму Голосы И доброта Пишут наши слушатели Приглашайте пожалуйста Чаще Мы вас приглашаем На спектакль 28 мая В мастерской Петрофоменко Режиссер Кирилл Пирогов Чайка Если вы присоединились Вот к нам Только что Музыка тихая Как сказал Кирилл Кстати в Чайке Осталось 20 секунд И завершим мы Шекспиром Да примножится Ваше племя Благих ночей вам В придачу К добрым дням Серебряный дождь В эфире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok